А вот и август настает, жара немного достает. Созрели яблоки и груши, но винограда ты покушай. В поход собрался, так иди, рюкзак с собою не бери. Доверься матушке природе и пообедай в огороде. С утра промчися, пороси, и подивись вокруг красе. Красе, что лето подарило, а вас загаром наградила. 26 августа, день Тихона, назван в честь святителя Тихона, задонского чудотворца. Благодаря подвигам самотречения любви он мог созерцать небесный мир и предвидеть будущее. Так в тонком сне ему было видение. Матерь Божия стояла на облаках, и около нее апостолы Петр и Павел. Сам святитель на коленях просил Пречистую о продолжении милости к миру. После смерти около его гроба совершались многочисленные чудеса. Его считают помощником в избавлении от уныния и грусти. В народе этот день называли Тихон Страстный, и было принято брать икону Божией Матери, умягчение злых сердец, она же Страстная, и обходить с нее дом. Также прибирались в погребах, амбарах. Проводили обряды защиты от порчи и сглаза. Приметы. Если день сухой, то и осень будет суха. Если сырой, дождливой, осень будет мокрая. Ясный день предвещает суровую зиму. Если много грибов в лесу, то следующий год будет урожайным. Когда мы делаем вот эти котлетки, я сделал фарш, туда добавил чесночка, для того, чтобы, как сказал, обмануть вкус, чтобы у нас такой получился мясной. Вот пищевые привычки, как их сложно убирать, и не сложно убирать. Потому что я знаю, ну, по моей наивности, примерно в течение лунного цикла, это где-то в месяц, пищевая привычка, вот если над ней работаешь, она более-менее как-то там заменяется. Как вот у вас обстоятельства? Ну, это касается привычек вообще. Тут вопрос главный в том, надо ли их менять. Потому что, говорят, привычка вторая натура. Даже не знаю, как ответить на этот вопрос коротко. Не не знаю, как ответить, а не знаю, как коротко ответить. Потому что, как сказать, вся наша жизнь, по большей степени, состоит из таких процессов, которые в психологии называются измененные состояния сознания. То есть это какие-то такие элементы поведения, которые наше сознание не вполне контролирует. Вот к вопросу о моей ноге. Например, если вы быстро бежите по ступенькам, пытаетесь задуматься, а как это вы так по ним быстро? Как это у вас так? Ну да, получается. То быстро бежать у вас, скорее всего, не получится. Следовательно, вы собой в этот момент не управляете. Это автоматизм. Вот так формируются очень многие привычки. Они уходят из сознания куда-то на задний план, ровно потому, что сознание надо освобождать. Это такое достаточно свежее новое эволюционное приобретение у человека. Его объем очень ограничен. И поэтому его надо освобождать. Вот чтобы его освобождать, какие-то вещи уходят на задний план, в бессознательное. Есть некий слой, который Фрейд называл предсознание, а Тинбергер говорит, что есть светлое, пятно и темное. Так вот оттуда, из этого слоя, что-то в сознание можно вернуть. Условно говоря, любую привычку, это всего касается любой привычки. Это может быть привычка к курению, может быть пищевая привычка, любая привычка. Можно вернуть в сознание и переработать. Вопрос, насколько она там укоренена. Вот чтобы ответить на вопрос, как это сделать, опять вот как коротко сказать, даже не знаю. В общем, на самом деле очень захотеть, если короткий ответ. К сожалению, во многих случаях человек и очень хочет, и не может. Иначе бы не было зависимости и наркомании. Но эти зависимости... А вот почему он хочет, а не может? Что ж, чем связано? Это связано с тем, что в свое время Джон Лили, знаменитый американский психолог, вообще все эти работы, как это ни удивительно, выполнены на средства спецслужб. После Второй мировой войны, в 60-е годы, в конце 50-х, спецслужбы всего мира очень хорошо финансировали психологические исследования, потому что они интересовались тем, что происходило у нас в России. Но, повторяю, многие жестокие вещи иногда приводят к научным открытиям. Так бывает. Тем временем я ложу котлетки наши. Ну, это я буду тем временем болтать как раз. Да. И, значит, Джон Лили обнаружил. Исследования проводились сначала на себе в Калифорнии. Известно там Лос-Анджелес. Многие знаменитые кинорежиссеры поучаствовали в этих исследованиях. Значит, когда человек погружается в эту флоутинг-камеру, флоут, плавать, он сначала начинает испытывать зрительные галлюцинации активные, то есть образы. Потом они уходят. Но остаются слуховые. Потом уходят и слуховые тоже. И вот когда уходят и они, то человек погружается в состояние, которое Лили назвал глубинное свое. Он спит? Нет. Он не спит. Он бодрствует. При этом он абсолютно отключен от внешней среды и абсолютно включен в свою внутреннюю. Вот такая коммуникация с собой. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов ПРО. Доброго здоровья и до новых встреч!